Готовить самый лучший антипохмельный суп, это чешский чесночный суп на копченых ребрышках. Первое, что делаем, это кладем ребрышки копченые и варим ровно один час. Далее, пока варятся косточки, я делаю вот таким вот образом гренки. Вначале нарезаю маленькими кубиками хлеб. Кто-то любит белый, не нравится черный хлеб, затем я его обжариваю. Обжариваю до тех пор, пока не зарумянится. То есть делаю такие небольшие греночки. Картофель нарезаю небольшими кубиками. После того, как приготовилось мясо, то есть час прошел, ребрышки мы достаем и отделяем, ну это по желанию, можно и отделить мясо от косточки. А пока мы отделяем у нас мясо, выкладываем вариться картошку. Кроме того, у нас уже готовы вот греночки. Их выкладывают отдельно вот в такую тарелочку и подают с супом. Отдельно к супу можно выкладывать, чтобы не было более густого такого супа. То есть гренки ставятся, подаются отдельно. Так, перебрал вот такие вот косточки. То есть перебрал мясо отдельно. Ну, некоторые говорят, не перебирают. Я перебрал мясо отдельно. Выкладываем его к картошке. Далее готовим забытый ингредиент, называемый плавленый сырок дружба. Его, в принципе, можно замораживать и чистить на терке, начищать на терке. А можно, в принципе, вот такими вот небольшими кубиками нарезать и, соответственно, в дальнейшем закладывать. Далее посмотрим. Далее я уже начистил чесночок. Приготовил вот так вот чеснок. Выкладываем туда выдавленный чеснок. Кладем туда, соответственно, в суп. Кладем сыр плавленый. И немножечко все это варим. Ну, и в конце добавляем вот такую зелень. Лучок я его с огорода принес. Сегодня я заснул его. Соответственно, все это мы солим. Добавляем по вкусу специи. И перчика немножко. Ну, и, соответственно, все это зависит от вкуса каждого человека. И хороший антипохмельный суп чесночный у нас готов.